В результате общих усилий и врачи, и горожан нам удалось миновать катастрофу. У меня прием очень сильно сбился. У меня всю неделю, начиная с того приема, без остановки, после той передачи, звонки одного плана. «Помогите, скорая не едет, на КТ огромная очередь, мама на ногах не стоит, не знаем, что делать». Битком вообще, плюс, заразилось несколько серьезных врачей, заболели, которые помогали. И многие вещи приходится решать на самом высоком уровне, через самых разных знакомых. И я хочу сказать, что в регионах история с ковидом идет по нарастающей. Здесь все врачи, кто непосредственно работает с больными, отметили, что увеличилось количество тяжелых больных, увеличилось количество больных на ИВЛ. И все отметили, что после парада все, уже пошла волна больных после парада. У нас вчера было 286 человек, вновь заболевших. И все ждут следующей сразу волны после голосования, которая пойдет. Врачи это отмечают сразу. Что очень важно. У нас откровенная, вот я за ситуацией слежу, у нас есть конфликтная история, когда представитель Роспотребнадзора впрямую обвинил штаб губернаторский, что они дают заниженные цифры. Судя по всему, у нас представитель Роспотребнадзора, главный врач, главный санврач Козловских, просто обратился уже с этим в прокуратуру. То есть, на мой взгляд, как я думаю, как вот я считаю, вижу, данные где-то половинят. Но ловили за руку уже достаточно, это отдельный разговор. Не хватает скорых. Но у нас очень интересно. У нас федеральная власть выделила 28 скорых. А Игорь Алтушкин РМК купил еще 30. И сейчас в каждую скорую сажают только по одному фельдшеру. 58 машин добавилось у нас, 28 федеральных, 30 РМК подарило. И они будут работать только на доставке. То есть, вот такая.